Всем привет! Прошло не так уже много времени со старта Ла 2 Революшн, качались нон-стоп и как видно уже взяли кап. Теперь сидим и ждем обнову, под конец июля обещали много чего интересного, а пока что давайте продолжим серию наших видео гайдов. Сразу скажу, что я на Корее не играл, и все что происходит в этой игре для меня что-то новое, так что я не смотрю чужие гайды, не стараясь копировать какую-либо информацию, как это делают другие. Поэтому все что я рассказываю вам это мой личный опыт и мое личное мнение. Недавно у нас было такое видео с названием 10 лайфхаков для быстрой прокачки и для успешного старта. Так вот, там есть некоторые советы, которые полезны только в начале игры и со временем прокачки они как бы теряют свою актуальность. Поговорим обо всем этом, сделаем небольшие поправки, также затронем моменты о которых мы забыли в первой части. Видео будет достаточно длинным, но в случае чего в описании вы всегда найдете быстрые переходы. И посмотрев данное видео вы узнаете как совершенно бесплатно получить много кристаллов, как красных, так и синих. Покажу вам как мы фармили новые кланы РБ. Одним словом будет много полезной информации и фанов в том числе, даже попытаемся убить бургера. Давайте начнем. Если вы помните, в первой части мы говорили о том, что лучше всего шмоток не продавать, а использовать их именно для левелапа. В начале игры, когда у вас А-грейт, либо С-грейт шмотки, так и нужно делать. Но, со временем, когда у вас уже появляется Р-грейт, эти С-шмотки превращаются в хлам. Они уже играют совсем незначительную роль в левелапе, но не стоит забывать, что мы платим именно за полоску, а не за количество шмоток. Например, запоминайте вот этот прогресс до нолика за 1 Б-грейт стоимостью 2600 адены. Если попытаться сделать то же самое используя С-грейт шмоток, то получится все та же сумма. Совсем небольшая разница, но и тест у нас тоже не точный. Можно, конечно, их использовать, но это надоедает, так что С-грейт очень быстро забивает наш рюксак во время кача. Поэтому мы будем их продавать. Нажимаем просто Bulk Sale, убираем со списка шмоток с кристаллами, скоро объясню почему, и спокойно продаем наш хлам. Также здесь можно настроить, что мы хотим продавать, а что нет. Варниш и шмотки для пэта я в основном не продаю. И не советую вам продавать бижутерию, потому что они дропаются не так часто, как остальные шмотки. Поэтому тоже исключаем и используем их для левелапа. Также во время левелап есть такая кнопка, которая позволяет не использовать шмоток с кристаллами. Зачем все это делать, вы скоро сами узнаете. Думаю, дальше уже все понятно и можно перейти к следующей поправке. И связана она с ареной. В первой части мы говорили о том, что Combat Power играет очень важную роль, и если оно у вас выше, то вы можете спокойно расшитывать на победу. В начале игры все именно так, если вы достаточно хорошо одеты, то у вас ошутимая разница с вашим противником, можно даже убить своего противника не используя никаких скиллов просто автоатакой. Но со временем, когда у нас уже достаточно приличный ранг, нам попадаются равные по силе противники и уже очень сложно найти какого нибудь слабака. Из-за этого и приходится придумывать тактику ведения боя. Я например на арене перестал пользоваться вторым денсом, так как пока я его кастую, противник уже подходит ко мне и начинает бить. Это конечно же далеко не приятно, поэтому для арены и для пвп у меня есть вторая панелка. Так же я постоянно стараюсь найти противника с похожим классом, чтобы наши силы были наравне и не было проблем с антиклассом. Далее начинается бой и все по стандарту. Дэнс на скорость атаки, сбивание с ног, дальше у нас крутилка для ДПСа и так же шарик для ДПСа тоже. А добиваем просто автоатакой. Такая тактика подходит для всех классов, просто баф, умение для того чтобы контролировать нашего противника и фулл ДПС. Соблюдая эти самые простые правила я стал постоянно побеждать и как видно у меня 35 вин стрик. Не стоит забывать, что за победы нам даются Honor Points, которых можно обменять на различные награды нажимая Claim Reward. И на этом все, больше нету поправок, все остальные лайфхаки они актуальны и на хай левелы тоже. Перейдем к новым советам. Давайте по порядку, на тридцатом уровне мы получаем S-Crate оружие, а если быть точнее, то Selection Box. То есть оружие на выбор. И именно здесь начинаются трудности многих новичков, они не знают какое оружие выбрать и в чем их различие. Во-первых, все зависит от вашего выбора, за какую профессию вы хотите играть в будущем. Например, в моем случае, если я хочу играть с ШК, то мне нужно выбрать шит с мечом, а если за БД, то конечно же дуалы. Можно также и взять пику тоже, но не стоит забывать о том, что у БД есть именно пассивки на дуалы. С этим разобрались и сейчас у нас всего лишь три выбора, но эти оружия тоже отличаются от друг друга и не только названиями. Например, Revolution и Dynastia имеют одинаковые параметры, а Samurai превосходит их по атаке и по зашиты. Но это тоже не все, у них есть скрытая способность. Samurai Long Sword имеет пассивку против полевых монстров, Sword of Revolution против боссов, а Dynastia Sword в свою очередь имеет пассивку против элитных монстров. Тут уже решать вам. Я лично всегда беру Samurai, потому что в начале игры обычных монстров приходится убивать намного больше, чем боссов или же элитных монстров. Но особо заморачиваться с выбором не стоит, в дальнейшем вы все равно будете комбинировать это оружие и получите совсем другое. Поэтому берем Samurai и не паримся. Похожий сундук мы получим после прохождения профессии. Я не хочу долго рассказывать и показывать вам, как правильно пройти профу. Так как здесь все очень легко, давайте просто по-быстрому пройдемся по пунктам. Например, нужно убивать 50 монстров. Следующее задание – пройти Daily Dungeon один раз. Раздобыть 5 штук любых C-grade предметов. Сходить на арену один раз. Получить 10к Адена. Успешно заточить любую шмотку. И напоследок убить босса по имени Кириос. После этого нам дается возможность выбрать профессию. БД у меня уже есть, я возьму ШК, думаю в будущем он мне понадобится. После выбора сразу получаем новых скиллов, много разных бонусов и в том числе Selection Box. Но этот раз со шмотками. Давайте откроем и посмотрим, что нам предлагают. Как видно, здесь у нас два комплекта. Это Blue Wolf и Nightmare. Они тоже отличаются от друг друга пассивками. Например, тот же самый NM имеет пассивку против боссов. Но помимо этого у них также есть бонус за Full Set. Этот бонус срабатывает тогда, когда у вас шмотки одного и того же Грейда. У нас уже есть S-Crate NM доспех. Мы можем взять шлем, но он у нас прокачан. Поэтому лучше всего мы возьмем перчатки. Забираем и смотрим, что у нас получилось. Сейчас мы получили бонус от сета из двух частей. И соответственно, чем больше у нас одинаковых шмоток одного и того же Грейда, тем круче бонусы за сет. Поэтому на это обращайте внимание и старайтесь, чтобы у вас был полный комплект. Комбо сет, как у Глада Волокаса, здесь не прокатит. Следующий момент, который также связан со шмотками, это Соул Кристаллы. Они добываются таким же образом, как и все остальные предметы. И поначалу лучше использовать все, что имеется под рукой, вне зависимости от Грейда. Просто ищем подходящий цвет и пользуемся. Но не забудьте, что если вы будете использовать Соул с синим Кристаллом, то Кристалл у вас пропадет. Если соулов у вас много, то просто кликайте на них и посмотрите по параметрам, что вам больше всего подходит. Соблюдая этот же принцип, заполняйте все пустые ячейки, которые доступны вам в данный момент. Но со временем появляется необходимость повышать крейд этих соулов. Есть несколько вариантов, как это можно сделать. Первый вариант это стандартный левел ап. Используя хлам, качаем левел основного соула. И после этого нам становится доступна кнопка апгрейд. Но это не выгодно. Второй вариант вытаскивать соул. Стоит тоже дорого, поэтому не советую увлекаться. Лучше всего сразу продавать селл. Тем самым мы освобождаем место и можем использовать соул выше грейда, который у нас есть. Данный способ хорош, когда вы пользуетесь соулом и С и Б грейд. А когда дело доходит до А и выше грейд, можно попытаться извлечь. Ремоф с каждым грейдом стоит все дороже. Но если соул редкий и у вас появился шмот покруче, то конечно можно этого делать. А лучше всего за ранее не использовать их и оставить стилерарных шмоток. Другой же момент, который тесно связан с нашими соулами, это правильный выбор ячейки при комбинировании. Когда у нас есть шмотки максимального уровня и приходит время заниматься комбинированием, основной наш заточенный шмот нужно ставить в первую ячейку, а простой же шмот во вторую. Таким образом, после того как мы объединим шмотки, сохранится уровень заточки и все соулы, которых мы ранее использовали. Если же сделаете наоборот, в первую ячейку поставите не основной, а простой шмот, тогда после комбинирования у нас все потеряется. Поэтому будьте внимательны, не стоит торопиться в таких телах. Следующая ошибка, которую часто совершают новички при комбинировании, связана с рарными шмотками. Ни в коем случае нельзя комбинировать рар с простыми шмотками для того, чтобы повышать крейд. Для этого есть слитки, надо их копить и тратить их только на прокачку рар. Другой же момент, это общая заточка. Если заточить 7 и выше предметов на плюс 8, то получаем различные приятные бонусы. Учитывая корейский рандом, это не такое же легкое дело, но попытаться нужно в любом случае, потому что в итоге мы усиливаем нашего персонажа. И чем выше общая заточка, тем лучше. Итак, со шмотками думаю уже можно закончить. Другой же способ усиления нашего персонажа и комбат пауэра, это крейд ачивки. В первой части мы уже рассказывали все подробности о данном разделе, но со временем нашли некий читерский способ как можно быстро поднять крейд. Есть такая ачивка в One Hit, связана она с топ уроном. Выполняется очень легко и также за нее мы получаем приличное количество экспи. Для того чтобы выполнить ее достаточно перейти на какую-либо поляну, где слабые монстры и нанести свой максимальный урон. И в этом нам поможет так называемый шарик. Если быть точнее, то скилл Мисслболт. Просто включаем соски и наносим урон. Если не получается, есть несколько способов усилить свою атаку. Можно, например, покупать Clown Might. Также можно сходить на XP Dungeon, забрать оттуда баф на атаку и выйти. Этот баф всего лишь на несколько секунд, поэтому нужно поторопиться и как можно быстрее нанести свой урон. Вот так все и делается. Так что если у вас саппорт класс или есть такой знакомый, можете попросить у него еще один баф на атаку. Одним словом, всеми возможными способами надо бустить свою атаку. И если до этого у вас был слабый топ урон, то в случае крита вы можете прокачать сразу несколько крейдов в ачивке. Тем самым вы также зарабатываете много адена. Было бы, наверное, неправильно не упоминать человека, который поделился данным способом. Это мой Суклан Зангетсу. И вот именно таким способом однажды критонов он прокачал крейд ачивки вроде как сразу с 8 на 13 уровень. Но 400 тысяч это далеко не предел. Например, у того же самого бургера максимальный урон миллион с копейками. И почему-то мне кажется, что это далеко не крит, а просто случайный урон по монстру. Расскажу вам, почему я так думаю. Недавно мы, значит, решили пофаниться с нашей констой в Extraction Dungeon, и когда сливали людей, я заметил там игроков с клана Ancients. Даже слегка пророчил и сказал своим ребятам, что... Сейчас, бургеры по его зовут. И у нас началось вот такое обсуждение. Сольём в пикером, как беру, блядь? Нет. Я думаю, блядь, ну только если нам очень повезёт. Ну ладно, там всего что-то. Начали спорить, кто-то говорил, что сольём, кто-то говорил, что даже всем кланам не сможем это сделать. И догадывайтесь, кто появился через пару минут. О, бургер пришёл. Смотрите, как крошит просто. Ебашим, блядь. Стараемся опрокинуть бургера. Где наш хвалёный танк? Чё, на первый канал прыгать? А ты попробуй прыгнуть. Я не успеваю встать. Я не успеваю встать. Да ладно, повыселились, пойдёмте качаться. Народ, ну как вам весело? Я просто, извините, к вам подошёл. Нам нравится вот это. Света Музыка там, Света. Нет, ну тысяч десять моего сняли, там я видел. Да? Я даже его не видел. Я только и успевал нажимать встать, упасть, встать, упасть. Да, к сожалению, всё так и есть. Насколько реально убить такого донатора, как бургер, науке пока что неизвестно, но мы работаем над этим вопросом. Я лично не оставался до поселенного, но через какое-то время у меня или сломалась кнопка, или персонаж сам не хотел вставать. Сколько бы я не нажимал, не было реакции. Ладно, думаю, хватит об этом и самому тоже не хочется больше вспоминать. Как раз заговорили про клан и про констут, давайте выдаваться в подробности. Многие пытаются создать свой клан с нуля и думают, что в этом ничего сложного нету, да и тем более это стоит не так уже дорого. Но это пустая трата времени. Лучше всего, конечно же, найти уже готовый клан. Русских кланов на сервере Deon01 полным-полно. Как говорится, есть на любой вкус. По прокачанных игроков есть возможность попасть в топ клана. Обычно у них в описании написано, кто им требуется, как к ним можно попасть. Также можно перейти в раздел Recruiting Clans и там можно найти список кланов, которые активно занимаются набором. А если вы уже знаете название клана, куда хотите вступать, то просто в поле поиска вводите название, нажимаете ОК, затем нажимаете на поиск и если вы подходите по критериям, то можете спокойно подавать заявку. Также есть другой и, пожалуй, самый верный способ, как можно найти себе подходящую команду. Нужно зайти в фан-группы и перейти в раздел Свежие новости. Здесь много интересного, но нас интересуют именно кланы. Нажимаем на Азию и открывается список серверов. Как видно, почти на каждом сервере есть русские кланы. Выбираем свой сервер и открывается список кланов. Можете методом тыка посмотреть, какой клан вас больше всего интересует. Открыв клан, вы увидите там условия приема, также можете прочитать о клане и также, конечно, будет контакт КЛ для связи. По вопросам вступления в клан Russian Mafia можете обращаться ко мне тоже. Руководство над этим кланом я пока что взял на себя, но не стоит забывать, что быть в топ клане может позволить себе далеко не каждый. Нужно каждый день активно играть, участвовать в клан РБ, донать максимальное количество пруфов и прочее. Но плюсов у топ клана конечно тоже предостаточно. Во-первых, это клан шоп, где много выбора. Также максимально прокачанный клан баф, который поможет вам немало. Ну и конечно же хорошо прокачанные со клана, которые готовы всегда вам помогать. Не стоит также забывать о наградах, которые клан лейдер раздает вам за вашу активность в клане. Помимо всего этого, вы найдете себе конст пати, с которым будете проходить все данжи на 3С, будете вместе с вашей пачкой максимально профитно фармить хот-тайм и конечно сможете с легкостью фармить клан РБ. Как все это происходит, я покажу вам на примере новых постов, которых добавили совсем недавно. Все, давайте бафы, дэнсы, еешки, бафы и погнали. Танки вперед. БД, старайтесь держаться сзади босса, чтобы максимально урона наносить и не попадать под его удар. Держитесь возле своей пачки, чтобы бафы получать. БД, хилеры, смотрите тоже своим паком. Отбегаем, убиваем быстро охрану, максимально. Все, бьем босса. Кто падает, бегом сразу наверх. Еще раз говорю, держитесь возле своих пачек, чтобы бафы получать и хил. Смотрите, такой момент, когда у него появляется маленький. Все назад отошли и охрану разбираем. Все, боссы бьем. Когда появляется маленький круг под ним, сразу можете назад отбегать, он следом дает масуху. Назад отбегаем. Я так не успеваю. Бьем, 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 давай ДПС. Я сейчас еще раз его откачу, еще раз на него также заходим, наверх поднимаемся и ждем моей команды. Все, вообще умнички. Вот именно таким образом и нужно фармить все кланы РБ. Особо радует, конечно, дроп с последнего варкорона. Это две страницы метеора, разные сундуки с агрейд и выше предметами, ну и конечно же, награда для каждого мембра Ателна. Антквин фармится точно так же. Единственная разница в том, что когда появляется охрана, сама Антквин исчезает и нужно как можно быстрее убивать куардов. Пока что доступен только изи вариант, фармится достаточно легко. Ждем обновы, когда появится нормал или хард, думаю тогда уже будет интереснее. Перейдем к мировым РБ. Как видно их у нас очень много, так же с каждой обновой добавляют новых боссов. В последний раз добавили нового босса по имени Амадеус. С каждого босса падает уникальный сундук с лутом, так же страница для рарных умений и конечно же корки. Страницы падают разные, например за убийство Спирита мы получаем Мисслболт, за Зодиака так же, а за Сильвера уже получаем Абсолют Шилд, за Вапара Хилинг Страйк и так по кругу. Не стоит так же обращать внимание на написанный Комбат Повар. Народу там достаточно, от вас потребуется всего лишь нанести пару ударов, а первых РБ всегда убивает за пару секунд, можно даже не успеть. Время Респа синхронизировано с вашим гаджетом, по этому поводу тоже можете не переживать. Желательно, чтобы вы были на месте до Респа. Просто выбираем РБ, нажимаем Go Now и выбираем пешком, либо же телепорт. К первому выбранному РБ лучше всего идти пешком, телепортов надо экономить. И уже после того, как мы убьем первого РБ, выбираем второго и к нему уже телепортируемся. Этим способом можно фармить сразу несколько РБ. Когда вы доходите до нужного места, желательно, чтобы в настройках у вас был радиус 0 метров и чтобы была активирована автоатака. После этого вы уже ничего не пропустите, даже если вам надо будет отойти. За несколько секунд до начала боя, по желанию, активируйте соски и не забудьте бафать себя и своих пати-мембров тоже. Если ваш пати-лидер бьет другого босса, например флагона, вы можете попросить у него, чтобы он вас саммонил спустя пару секунд. Это лучший способ для того, чтобы попасть к другому боссу, при этом у вас не будет отката для смены канала. Иногда бывает такое неудачное приземление, сразу резаемся и бежим обратно. Да, можно также повторно использовать телепорт, можно было бы также полежать там и не вставать. Мы бы все равно получили дроп, так как мы находились в пати с другими людьми, которые бьют того же босса. Но я вам показываю все варианты фарма. Если вы соло-игрок, без пати и не хотите в пустую тратить телепорты, тогда вам придется сделать точно так же. Это такой экономный, но при этом рискованный вариант. Риск в том, что пока мы бежим, РБ могут убить и мы ничего не получим. Поэтому если вы видите такую надпись, то можете спокойно менять свой канал, так как РБ на вашем канале уже был убит. После этого остается лишь надеяться, что вы успеете на второй босс. А если вам удалось, но босс очень сильный для вас, достаточно сделать один удар и отойти в сторону. Дроп уже вы получите в любом случае, если будете держаться рядом. Если ваш кадет лагает из-за огромного количества игроков, вы можете зайти в настройки и Show Member Count снизить до Normal или же Low. Также можно поставить Show Only Me. В таком случае уменьшится количество видимых игроков, также отключатся эффекты их скиллов. После этого можете спокойно ходить рядом с боссом и не переживать по поводу фризов. Если уже убили босса и вы получили дроп, можете попытаться сменить канал, чтобы убить еще одного. Не забываем о том, что есть откат для смены канала, поэтому придется немного подождать. За участие в убийстве этих боссов мы с стопроцентным шансом получаем коры. Давайте немного поговорим о них тоже. Многие давно видели этот раздел, но так и не поняли, зачем все это нужно. Итак, за убийство боссов и некоторых монстров мы получаем корки, и благодаря им мы изучаем этих монстров и получаем определенные бонусы. И как видно, бонусов и монстров у нас достаточно много. Если где-то горит красный круг, это означает, что вам доступно улучшение, и просто нажав на кнопку Create, вы можете поднять уровень этого монстра. Максимальный уровень это 10, так что для каждого уровня требуется определенное количество корок. По мере изучения монстров вы получаете куски для Саммонингстоун. У многих игроков валяются такие штучки, и они не знают, что с ними можно сделать. Достаточно просто нажимать на кнопку Bind, и из-за действия адена мы можем создавать портал для призыва. Выглядит все это именно таким образом. Из огромного списка выбираем нужного нам монстра. Желательно, чтобы за его кодекс мы получали атаку, зашиту, либо же крит. Это можно очень легко проверить в разделе монстр кодекс. После выбора нажимаем саммон, и начинается призыв. Соло бить нету смысла, лучше собирайте себе пати. После призыва дается возможность приглашать других участников. Отправляем приглашение куда нам надо, и заходим. Здесь одинаковых монстров очень много, поэтому коры фармятся очень легко. Можно с друзьями по очереди призывать, фармить их, и очень быстро закрывать кодексы. Также помимо обычных монстров, можно и призывать мировых боссов тоже. Тут уже решать вам, что вам больше всего нужно, то и призывайте. Думаю уже все понятно, и плавно можем перейти к самому интересному. Как еще можно использовать коры мировых РБ? Их можно продавать. Да-да, в игре есть продажа и аукцион. Многие уже побывали здесь, но мало кто понял, что и как нужно правильно продавать. Как видно, продавать можно абсолютно все, что подмечено синим кристаллом. Вам просто нужно пройтись по своим разделам и посмотреть, что у вас есть для продажи. И больше всего таких предметов вы найдете, открыв именно последнюю вкладку. Но здесь хлама тоже более чем достаточно. Например, пруфов и других часто добываемых предметов почти невозможно продавать. Поэтому лучше всего попытаться скрафтить что-нибудь, либо же заниматься продажей корок. Но здесь тоже все не так просто. Для успешной продажи надо постоянно мониторить аукцион. Для этого нужно ввести название то, чего мы хотим продавать. Например, Amadeus. Нажимаем ОК. Поиск. И, как видим, корок на продаже более чем достаточно. Даже некоторые люди продают по минималке. По 49 синих кристаллов. Это означает, что по 90 нам никак не удастся их продавать. Поэтому перейдется отменить все и заново поставить их на продажу. Этот раз попробуем поставить 70 и продавать будем по одной штуке. Почему именно так? Все дело в том, что если заниматься изучением аукциона, то становится понятно, что последовательность по умолчанию идет, начиная от минимального прайса. И количество не играет роли. Например, если вы поставите на продажу две корки Amadeus по 50 кристаллов, вы все равно окажетесь в конце списка. Несмотря на то, что есть люди, которые продают торже вас. Аукцион пока что работает именно по этому принципу. Конечно, можно настроить вид просмотра. Например, если зайти в сорт и поставить price highest, то есть максимальный, тогда список поменяется вверх ногами. Не знаю, пользуются ли этой функцией донаторы, но я всегда на всякий случай продаю по одной штуке. Если же корок у вас много и вы не хотите заморачиваться, то можете попытаться продавать их оптом. Просто нужно поставить минимальную сумму и максимальное количество. После этого остается лишь надеяться на удачу. Иногда так тоже покупают, но на продажу ставится далеко не сразу, а через какое-то время, поэтому проявите терпение. Если посмотреть по истории моих продаж, можно сделать вывод, что очень хорошо продаются корки боссов по минимальной сумме, также почти сразу же покупают разных соточек, ну и конечно же слитков для апгрейда. А есть и такие вещи, которых не покупают, но и при этом нет смысла их использовать. Например, лут от боссов. Если попытаться его открыть, 190% шансом мы получим какой-то хлам. Поэтому лучше всего ставить для продажи и ждать пока удача нам улыбнется. А когда все-таки удается чего-либо продавать, сразу же загорается знакомый нам красный кружок. Если написано sale completed, не стоит радоваться, это означает, что стекло время продажи и вам не удалось продавать. Можно сразу же отсюда, нажав релиз, поставить на продажу заново. Если это ваша вторая попытка, то желательно поставьте минимальную сумму. Можно также забрать свой предмет, просто нажав на кнопку sale completed. А если же написано collect trade payment, то можете уже радоваться. Сделка успешно завершилась. Вот и наши кристаллы. Так что если вы заметили, я пытаюсь продавать эскрейтные шмотку за 525 синих кристаллов. Так откуда же я его взял? Если вы помните, в начале ролика я говорил о том, что оставьте шмоток с синим кристаллом. Так вот сейчас они нам понадобятся. И как только нам дропается агрейд, мы можем использовать C и B для левелапа. Все по стандарту, качаем двух таких агрейдов до 30 уровня и затем их комбинируем. Если вам повезет, вам выпадет рарная шмотка. Чтобы вы знали, таких предметов забирают свои акционы прямо сразу же и минимум по 4000 синих кристаллов. Но не забывайте, что для левелап нужно использовать только трейдебл материалов, никаких варнишев, либо же обычных шмоток. Так же на всякий случай, чтобы ничего не случилось с этими шмотками, можно сделать их фаворитами и заблокировать их. Именно таким же образом можно прокачать соулов, но скажу сразу, мне до сих пор не удалось их продавать, так что стоит ли этим заниматься, решайте сами. Так же очень хорошо продаются страницы для рарных скиллов. Если вам выпало такое, то можете сразу продавать. Наверно вы уже задавались вопросом, зачем нужны эти синие кристаллы. Дело в том, что если собрать 1500 синих кристаллов, можно считать себя миллионером. И это не шутка. В игре есть возможность обменять синих кристаллов на красных. Вариантов несколько, но самый привлекательный набор это первый. Давайте сразу копим и посмотрим, как все это дело происходит. Сразу же получаем агрейд шмотку и 1500 красных кристаллов. Так же за каждый пройденный определенный левел мы получаем различные награды. Так как у меня восьмидесятый уровень, я могу воспользоваться всеми наградами, кроме одной. В итоге за этот набор мы получаем восемь с половиной тысяч красных кристаллов, так же огромное количество иксп, что тоже немаловажно. Но не стоит после этого побежать в магазин для того, чтобы покупать хайгрейд наборов. Давайте я вам покажу почему. Да, в первой части я вам советовал покупать это, но только в начале игры и только один набор. Это было сделано для быстрой прокачки и для успешного старта, но в дальнейшем вам этот набор не нужен, потому что в основном там валяется хлам. Очень низкая вероятность того, что выпадет что-нибудь нормальное. В основном это S-Crate и A-Crate хлам. Давайте для демонстрации я куплю еще один такой набор. Как вы думаете, мне выпала рарка? Думаю комментарии тут уже излишни. Поэтому не тратьте свои нервы и кристаллы на эту покупку. Лучше всего их потратить на прокачку и на слитков. Каким образом я сейчас вам покажу. Мы уже говорили о том, что каждый день можно выполнять пять штук свитковых квестов, но если вы не знали, это далеко не предел. Когда счетчик доходит до нуля, мы можем его откатывать просто нажав на Reset за 50 красных кристаллов. После этого можем выполнять еще пять раз. Если вы хотите быстро качаться, то это отличный способ. Также не жалейте денег и покупайте по максимуму A-Grate свитков. 70% потраченные Дены все равно окупается. Также кристаллов нужно потратить на покупку Daily Dungeon. А если быть точнее, то именно тогда, когда нам в награду дается Upgrade Stone для бижутерии. Также по воскресеньям, когда нам дается Selection Box и мы сами можем выбирать, что именно хотим. И конечно тогда, когда нам дается в награду Armor Upgrade Stone. И желательно, чтобы вы могли проходить Daily Dungeon в режиме Very Hard. Тогда вы получите по четыре штуки. Сначала используем нашу бесплатную попытку, а дальше уже будем повторно покупать. Делать это нужно, потому что рарных шмоток и аксессуаров вы будете апать именно слитками, и их потребуется очень много. Чтобы в дальнейшем не испытывать нехватку, нужно заранее готовиться к этому и иметь большой запас. Убиваем босса, забираем нашу награду и сразу же идем откатывать там же. Откатывать можно два раза в день. Первый откат стоит 100 кристаллов, второй же 200. Сколько раз это делать, решайте сами, но я бы не стал экономить, когда уже много кристаллов. Думаю, здесь уже все понятно и можно перейти к предпоследному секрету. Это правильное использование эликсира. Некоторые из вас наверное уже заметили, что Ain Hazard Placing увеличивает опыт при споре цветков. Это не такое же маленькое количество XP, как вам кажется. Например, на 104 уровне получать 8000 XP это просто шикарно. Но опыт фиксированный и не зависит от того, какой цветок вы собираете, огромный, средний или маленький. Результат будет одинаковым. А вся фишка в том, что можно экономить Ain Hazard Placing и использовать это раз в два дня. Для этого надо примерно после 22-30 приходить сюда, использовать эликсир и начинать сбор. После того, как вы закончили сбор и потратили все свои попытки, нужно дождаться 23-0-0. Наступит новый дем в игре и соответственно обнуляться все данжа. У вас будет еще 20 попыток для сбора. В итоге, вы соберете 40 цветков, потратив всего лишь один эликсир. Есть люди, которые сразу после этого идут делать виклы квест, так как под эффектом этого эликсира мы с обычных монстров тоже получаем тройной опыт. Но я лично не заморачиваюсь этим и не вижу в этом никакого смысла, поэтому сразу ставлю на ночной фарм. Давайте напоследок об этом и поговорим. Как правильно поставить на ночной фарм и зачем это нужно. Первое, что нам нужно, это покупать минимум 800 HP Points. Также обязательно нужно проверить радиус автобоя, желательно чтобы был 30 или же 10 метров. После этого активируем автобой и начинаем наш фарм. Можно также настроить то, как часто персонаж будет пользоваться банками. Для этого переходим в вкладку Battle и здесь можно все настроить. Например, если поставить авто МП на нуле, то персонаж не будет пользоваться МП банками, когда закончится мана. Я лично всегда ставлю 10% и думаю, что это самый оптимальный вариант. В таком случае мы не так часто пользуемся МП банками, но при этом у нас всегда есть запас мана для скиллов. Также можем настроить то, как часто будем пользоваться ХП поинтами. По умолчанию у нас 70% и особо экспериментировать с этим не советую. Минимум нужно ставить 60% или же есть такой риск, что ночью мобы вас убьют и фарм не удастся. Другой же момент это настройка скиллов. Я лично вовремя ночного фарма убираю массовую атаку. Бить несколько мобов одновременно это далеко не самая лучшая идея. Ну и конечно же это очередная возможность для того, чтобы экономить МП и банок. После всего этого можно спокойно поставить на ночной фарм. И с нами ничего страшного не случится, конечно кроме возможного дисконнекта. А утром нас уже будет ждать прокачанный кодекс в зависимости от того, каких монстров мы будем бить. Так что у нас будет много С и Б свитков, которых можно биндить и из них сделать агрейд. Как вы знаете они нам очень нужны, а после ночного фарма не придется тратить деньги на их покупку. Но можно еще и покупать и сбросив счетчик три раза, мы можем каждый день сделать 20 таких квестов. А если у вас мало мест, вы можете отключить подбор С и Грейд предметов. Делайте это в настройках вкладка Battle Auto Loot Settings. Если поставить Б, тогда вы не будете подбирать С шмоток. Но если места достаточно, можете оставить все как есть. Ночью можно также фармить боссов, но для этого нужно ставить радиус 0 метров. И желательно, чтобы были активны соски. Это конечно дорогое удовольствие, но оно того стоит. Плюс в том, что за фарм мини босса мы получаем различные заточки, но минус тоже есть и заключается это в том, что мы уже намного меньше получим свитков. Поэтому решайте сами, что вам важнее заточка, либо же XP. Я лично советую фармить боссов после 110 уровня, а до этого кач важнее всего. На этом думаю можно уже закончить. Надеюсь я вас не утомил, хоть и в видео получился очень длинным. Я сам этого не хотел, но так получилось. Если честно, на этот ролик я потратил две недели и это было очень трудно. Наверное это было заметно, потому как меняется мой голос, мое настроение, уровень игрока. Но в любом случае, надеюсь вам было интересно и я смог вам в чем-то помочь. Спасибо вам за просмотр, всем удачи!